14 октября в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Свято-Екатерининском Кафедральном Соборе города Краснодара Владыка Григорий совершил последнюю литургию на Кубани перед отъездом в Москву. Решением Священного Синода митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий назначен управляющим делами Московской Патриархии и постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви с титулом Воскресенский. Владыка Григорий совершил литургию вместе с митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом временно управляющим Екатеринодарской епархией. В богослужении приняли участие благочинные церковных округов, настоятели клирики храмов, казаки и многочисленные прихожане. Митрополит Григорий прослужил на Кубанской земле 2,5 года. Много было сделано трудами и заботами Владыки за это время. Владыка уделял большое внимание работе в области духовно-нравственного воспитания детей, социальной работе, работе с молодежью, строительству новых храмов и работе с казачеством. Это первый Владыка, который начал упоминать христолюбивое казачество, давая нам божественную силу. И сейчас мы доказали, в очередной раз, кто такое кубанское казачье русское. Владыка Григорий испытывал большой интерес к истории православия на Кубане. При его служении был установлен такой праздник, как Собор Святых Кубанской митрополии. За прощальной службой Святых Христовых Таин приобщились множество верующих. В завершении богослужения, обратившись к прихожанам, Владыка отметил, что прилагал все усилия и использовал все возможности, чтобы церковная жизнь на Кубане процветала. Архипастер сказал, что рассматривает перевод на новое место служения, как проявление воли Божией. Мне предстоит особое служение, многотрудное. Вы, дорогие отцы, братья и сестры, навсегда останетесь в своем сердце. Здесь, на Кубане, я оставил часть себя. Я надеюсь, что вы меня будете помнить. Я за вас всегда буду молиться и прошу ваших святых молить обо мне. Еще раз, пусть всех нас Господь простит, благословит, сохранит и поможет. В соборе и во дворе с Владыкой трогательно порщались прихожане. Каждый хотел подойти под благословение. На ступеньках собора была сделана общая фотография на память с духовенством и прихожанами, которые в этот день пришли вместе помолиться за богослужением и попрощаться с архипастерем.